6 опасностей для здоровья ребенка, о которых вам стоит узнать Каждый родитель испытывал это всепоглощающее чувство страха за ребенка. Особенно, когда вы только стали мамой или папой. Все внезапно меняется, а простые предметы и вещи становятся не такими безопасными, как прежде. Детство должно быть счастливым и волшебным периодом в жизни каждого человека, и родители готовы сделать что угодно, чтобы их ребенок улыбался и смеялся. Но есть некоторые вещи, которые потенциально опасны для вашего ребенка, а вы об этом можете даже не знать. Итак, мы нашли 6 вещей, которые приносят детям больше вреда, чем пользы. Поверьте, эта информация не будет лишней. К примеру, знаете ли вы, что такая простая вещь, как ремень безопасности, может быть довольно небезопасной? Смотрите наше новое видео, чтобы узнать больше! Номер 6. Ходунки и прыгунки Обе вещи кажутся весьма полезными, но не все знают, что их доказанный вред весомее положительного эффекта. Удивительно, но детские ходунки и прыгунки уже запрещены в Канаде. На самом деле, коэффициент детского травматизма от ходунков и прыгунков невероятно высок. Только в США регистрируют больше 8000 случаев в год. К тому же они могут привести к различным проблемам со здоровьем, таким как неравномерное укрепление мышц или деформация ног и ступней. Из-за большой нагрузки на позвоночник они могут вызывать его искривление, потому что позвоночник ребенка до года не принимает форму и не имеет необходимых искривлений. При использовании ходунков и прыгунков откладывается развитие независимых моторных навыков ребенка. Поскольку отсутствует мотивация ходить самостоятельно, чувства равновесия и инстинкт самосохранения не развиваются. Но не волнуйтесь, вы можете минимизировать ущерб. Просто используйте эти приспособления под контролем взрослых в течение 15 минут дважды в день после того, как ребенок научится самостоятельно вставать. Не забудьте проконсультироваться с ортопедом, чтобы обсудить меры предосторожности. Он расскажет, какие шаги нужно предпринять. Номер пять. Сок и молоко. Дети обычно любят молоко и разные соки. Родители склонны думать, что детям это полезно. Но в пастеризованных фруктовых соках мало витаминов и много сахара, что приводит к проблемам с зубами и ожирению. Некоторые родители дают детям соки, когда они хотят пить. Но это работает наоборот. После того, как ребенок выпьет сок, он еще больше захочет пить из-за содержащегося в нем сахара. Вместо этого педиатры часто советуют давать детям старше года свежевыжатые соки. А пастеризованные соки лучше полностью заменить свежими фруктами. Итак, мы рассмотрели недостатки соков. Но что насчет молока? Цельное коровье молоко содержит мало железа, но в то же время слишком богато питательными веществами. А малышу это не нужно. Это может нанести вред почкам и спровоцировать анемию, аллергию и дисбактериоз. Звучит не очень хорошо, не так ли? Коровье молоко можно давать детям старше года, но не больше пол-литра в день. Молоко также можно заменить продуктами, богатыми кальцием, например, ферментированными молочными продуктами, зелеными овощами и фруктами. Еще одно решение – это давать ребенку продукты, богатые витамином D, например, яйца или говяжью печень. Этот витамин поможет организму ребенка строить кости и сделает их крепкими, что очень важно для его развития. Номер 4. Яркие игрушки. Не нужно рассказывать, насколько дети любят игрушки. Почти невозможно пройти мимо магазина игрушек без уговоров купить что-то новое и в большинстве случаев дорогое. Это неудивительно, потому что в дошкольном возрасте дети исследуют окружающий мир и развивают социальные отношения с помощью игрушек, и вот тут кое-что может пойти не так. Неестественные цвета, электронные звуки и куча деталей в игрушках негативно влияют на развитие творческого мышления и даже на становление личности. К сожалению, среди возможных последствий – агрессивное поведение, необоснованные страхи и подростковая депрессия. Чтобы это предотвратить, нужно выбирать игрушки естественных цветов, сделанные из натуральных материалов, например, из дерева. Они намного удобнее и приятны на ощупь. Купить игру – тоже хорошее решение, потому что она больше обучает, чем развлекает. Это поможет ребенку развить различные навыки, потренировать мозг и выявить потенциальные таланты. Гораздо лучше, если у ребенка будет много развивающих игр, а не обычных плюшевых мишек. Номер 3. Теплая одежда. Конечно, в детском гардеробе должна быть теплая одежда, но тут есть несколько подвохов, о которых стоит знать. Чем младше ребенок, тем хуже его терморегуляция, а это значит, что он подвержен как перегреву, так и переохлаждению. Перегрев ведет к невротизму и может привести к тепловому удару. Проще говоря, слишком теплая одежда не позволяет организму развивать естественные защитные реакции на изменение погоды, что может привести к слабому иммунитету и подверженности простудным заболеваниям. Покупая ребенку зимнюю одежду, не забывайте, что она должна быть сделана из натуральных дышащих материалов. Ребенок чувствует себя комфортнее, когда у него сухие живот и грудь, а ноги и руки розовые и теплые. Сейчас в магазинах есть много различной детской одежды, поэтому всегда можно найти то, что вам нужно. Номер два. Электронные устройства. У каждого родителя есть собственное мнение о том, когда нужно знакомить ребенка с гаджетами и различными электронными устройствами. Некоторые разрешают детям пользоваться ими с раннего возраста, в то время как другие думают, что стоит подождать до определенного времени. Кстати, об этом. На чьей стороне вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. На самом деле, синий свет от светодиодных экранов вызывает повреждение сетчатки, что может привести к ее дистрофии. Это может спровоцировать катаракту и даже слепоту. Некоторые родители могут этого не осознавать, но когда ребенок пользуется смартфонами и планшетами, он в какой-то мере лишается реального мира. Мелкие двигательные и сенсорные навыки не развиваются, живое взаимодействие с окружающим миром отсутствует. Это приводит к недоразвитию лобной доли, которая отвечает за речь, личность, общение и принятие решений. Гораздо лучше, чтобы ребенок бегал в парке или играл в глупые игры с друзьями, чем просто проводил час за часом перед экраном. Не нужно полностью запрещать ребенку взаимодействовать с техникой, но пусть он пользуется ею не больше часа в день. Используйте планшеты и смартфоны для развивающих игр с детьми старше двух лет. При использовании гаджетов ребенок должен взаимодействовать со сверстниками или взрослыми. Так получится снизить все возможные риски. Номер один. Ремни безопасности. Удивительно, но еще одна вещь, которая может представлять опасность для ребенка – это ремень безопасности. Также это касается беременных женщин. Застегивание нижней части ремня безопасности на животе во время беременности может привести к травмированию ребенка в случае аварии. Лучше всего вообще не водить автомобиль, если только это не необходимо. Руль расположен слишком близко к животу, поэтому он может быть крайне опасен даже при незначительной аварии. Конечно, проще сказать, чем сделать. Но если вы никак не можете оставить вождение, следуйте простым правилам безопасности – разместить ремень как можно ниже под животом. Постарайтесь сидеть прямо, так как наклон вперед приведет к повышенному давлению на ребенка. Предупрежден – значит вооружен, поэтому будьте осторожны. Процесс ожидания ребенка может быть сложным и довольно тревожным, поэтому старайтесь избегать любых опасных ситуаций, чтобы сделать этот важный и волшебный период вашей жизни менее напряженным.